Сделала кофе себе и вот села комментарий читать. Сейчас расплачу, сараза. Я и готовка, редкие моменты. Это едет в Израиль. Надо поменять сахарницу, вот эту вот. Я еще люблю, знаете, такой вот момент. Моя хладная девочка. Всем доброе утречко, мои хорошие. Я тут присела, захотела вам... Читаю комментарии, захотела немножко ответить на пару комментариев, которые много здесь есть. Ну, чтобы была обратная связь, не только в комментариях, я тоже там отвечаю, нет-нет. Но когда я вот так вот вам скажу, так лучше, да. Много комментариев были таких, как будто я прям, вот знаете, вот против прям того, чтобы заниматься с ребенком дома. И что меня это возмущает, что я занимаюсь с ребенком дома. На самом деле не это меня возмутило. Возмутило меня именно вот такое отношение, что из-за того, что еще нет такого всего серьезного, и мы ходим всего лишь в садик, да, занимаемся слогопедом, и мы сделали задание, понимаете, практически все. И я просто забыла эту папку, да, или решила ее не брать вообще по соображениям таким, чтобы ребенок дома доделал все там на следующий день. Но со мной начали разговаривать как с девочкой. Это неуважение просто, и меня это бесит. И я тогда уже начала придираться, в принципе, ко всему, вот. Но с ребенком дома я занималась, занимаюсь и буду заниматься, настолько, насколько у меня это получается. Естественно, в моих интересах. Я не думаю о том, что там должен он только там заниматься, там и все, а дома нет. Вот. Я заблокировала много людей, потому что комментарии опять. Ребенка стоит немного показать, опять какие-то комментарии, какая там я не до мать, какой там ребенок, не ребенок, да. Это просто вообще, ну просто от греха подальше этих людей, чтобы они уже, конечно, заработали себе карму, понятное дело, в их головах это живет. Но не хочу, чтобы вот это вот здесь у меня было куча людей. Вот стоит ребенка показать, просто понимаешь, блин, лучше его не показывать. Что с людьми происходит вообще? Я не понимаю, как можно? Это святое, дети, это святое. Что в головах у людей, когда они на святое покушаются, у них возникают какие-то черномыслия вообще? Просто голову с плеч. Вот, ну в образном смысле, конечно, не на живую. Я не настолько бесчадный человек. И вопрос по поводу того, что в предыдущем видео вы еще не видели как, да, стойку, вот это вот все, как мы уже здесь сделали. Я думаю, что сейчас вы уже понимаете, да, что это разные вещи, то, что было, то были наметки, перестановка, все такое. И многие мне пишут, Селена, не хочешь ли ты перенести там свою рабочую зону в спальню? Или не хочешь ли ты перенести свою рабочую зону на балкон? Девчонки, может быть, кто, у кого просто рабочая зона, это знаете, ну, типа рабочая зона, типа мы иногда там сидим, что-то смотрим, что-то иногда делаем. Я все свое время провожу за компьютером, практически, понимаете? Я прихожу домой, и я за компьютером. Я монтирую, отвечаю на сообщения, что-то в поиске все время, заказываю одежду. То есть мое рабочее место, это я очень много времени провожу. Почему в зале вот здесь? Потому что здесь активная зона. Во-первых, здесь активная энергия. Здесь, ну, работа кипит, и здесь хочется работать, хочется двигаться. Это первый момент. Это энергия там, да. Второй момент. Здесь часто находится ребенок, он не играет вот так в свои детские, ушел там, и все. Это иногда периодами, он уходит туда и играет. Но он находится здесь. Здесь мы кушаем, здесь мы смотрим телевизор, здесь мы общаемся, здесь какие-то рабочие моменты, что-то друг другу показываем. Я как бы хочу быть наблюдателем всего этого активного. А не так, что я ушла с концами в комнату или там за угол, за балкон, нихрена не вижу, короче, и работаю, как задрот. Нет, я хочу как бы там сделала, ответила, что-то сделала, там встала, перекусила, сделала себе чай. Ну, как бы вот, понимаете, да, такие моменты. Поэтому мне не хочется никак прятаться куда-то. В спальне это вообще нет. В спальне другая энергия вообще. У меня стоял стол, когда мы здесь что-то делали в зале, у меня стоял стол в спальне. Блин, это вообще какие-то вилы. Туда я пойду там работать. И все, залезла туда, что тут ребенок прыгает, бегает. И помню, мама тут что-то контролила, тут рабочие эти моменты. Я балкон не закрыла до конца. Ветер херачил. Вот, короче, вот. Ну и прятаться у меня рабочее место должно быть большое, балкон маленький для моего рабочего места. Вот сейчас поставили мы рабочее место мое, да, вот здесь вот. И вообще, ну как бы мне нравится. Будем думать еще, конечно, что интереснее сюда сделать, как бы чтобы оно красиво все было и минималистично. Но пока вообще вполне устраивает. Вот, надо стульев еще купить, потому что один стул у нас сломался, он низкий сейчас, видите, он не поднимается наверх. И у нас полноценный стул за барной стойкой, чтобы кушать один. И вы знаете, прям на эту барную стойку так и хочется прям залезть и здесь покушать. Мы все здесь кушаем, и малой кушает. Пока что я справляюсь, пока что меня черная столешница, ну, не напрягает, да. Я вроде убираю и не вижу каких-то там разводов сильных, еще что-то. Пока мне вообще все очень нравится. Доброе утро, пошла делать кофе. Сделала кофе себе и вот села комментарий читать. И вот еще девушка пишет, типа, Селена, какая разница, если ты будешь с Деней заниматься, как обычно, или по заданию из сада, при условии, что ты действительно занимаешься дома с ребенком. Тебе не должно доставлять неудобства задания из сада. Так вот, я, в принципе, не против, вот еще раз, да, хочется сказать, заниматься с ним. Я против того, чтобы меня за это ругали. Я свою школу, детские сады, все вот эти образовательные учреждения, всех этих учителей. Прошла. И сейчас сама научу кого угодно. И меня очень бесит и раздражает, когда я не обращаюсь никому за помощью, не спрашиваю ничьего совета, и меня получают. Да, блин, реально, я знаю все сама. Уже 36 лет. Да ладно, на самом деле прекрасный возраст, а я счастлива. Я вообще вчера ехала и чуть не всплакнула, девочки. От того, что я еду и думаю, я молодец в том смысле, я не знаю, что я делала в прошлых жизнях, что в этой жизни я полностью удовлетворена. Знаете, не каждый человек может вообще посмотреть на свою жизнь, как он живет сейчас, как он жил, на своей мысли, и сказать себе, я еще раз прожил бы такую жизнь. Пожелали бы вы себе жизнь такую, как сейчас, в следующей жизни? Я бы пожелала. И я не хочу хуже. Я знаю, как люди вокруг живут, многие, как думают, что чувствуют. И знаю, что я чувствую, как живу. Да, сложности бывают, нервы и так далее, и так далее. Но в целом, настолько все, блин, классно. И с точки зрения кармы, да, я же понимаю, что это мои заслуги, я что-то делала, что не знаю. Я стараюсь и в этой жизни делать так, чтобы, блин, хуже не было. Если я проживу еще одну такую жизнь, в следующей жизни, там, и вот так, ну, как бы, да, там, понимаете, да, с точки зрения буддийской, проживая жизни, то я бы прожила еще такую. И, блин, радуюсь. Вот, еду, радуюсь. И прям всплакнула, думаю, блин, только бы не накосячить, чтобы не упасть куда-нибудь в жопу. Ну, вы поняли меня? Это кто тут лижется? А? Барбосина. Кто умывается тут? Я обожаю смотреть, как коты умываются. Я не знаю, почему. Мне так нравится за этим наблюдать. Но слышала, что они всем нравятся. И у меня есть знакомые, которым не нравится, когда рядом начинают облизываться коты. А мне так нравится, мне это кот умиляет. Ну, посмотрите, как вот он лапки свои. Вот так вот. А мордочку? А глазки? Будешь? Глазки будешь? Вот, ушки. Я не знаю, меня так это кайфует. И тебе хочется сразу поцеловать этого котеночка. И тебе поцеловать эту морду наглую. Наглый, наглый. Кишка у него вообще бесконечная. Такое ощущение, что кот только жрет, срет и все, и попрошайничает. Быел бы, спал бы. Ну, и умывается еще. Чтобы чистеньким быть, да? Че мое малое? Че мое малое? У него совсем шерсть другая стала. Он стал еще плотнее. Такой, знаете. Ты, мать, что грызешь? Я не поняла. Я не поняла. Кто, мать, грызет? Ты знаешь, что нельзя кусать, мать? Эту руку, которая кормит. Нельзя грызть. Нельзя. Ну, можно только прикусывать чуть-чуть. А вот грызть прям нельзя. Ты же любишь, мам? Давай, мамочка, тебе глазки почистит. Дай глазки почищу. Глазки дай почищу. Ты чистый должен быть. Глаза дай почищу. Ты посмотри, не дается. Такой бурбуз. Такой жирный кот. Моя милкая такая тоненькая вся. Тростиночка. Этот жирдяй. Ну-ка дай, мама. Помоет глазки. Тихо. Глаза моем. Посмотри, какой. Не дается, видите? Я тебе снимаю на камеру. На аудиторию. А ты? Что ты? Ходишь замызганно. Чистая? 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 Теперь чистая? Стой. Еще чуть-чуть. Может, прилипла. Каждый день мою, и все равно что-то там находит. И грязнули маленькая. У Милки так и нет. У Милки вообще не чищут глаза. Они все время чистые у нее. А ты? Барбосина. Что за грязнуля такая у меня тут? Барбосина моя, барбосина. Ой, барбос. Ой, барбос. Ой, барбос. Чего глаза? Чего открыл? Готов нападать? На. Открыл. Ксомама. Ты чего? Лапы такие жирные. Жирный кот. Жирный кот. Попа. Ой, попа. Ты специально тут лег, чтобы у тебя хватка была лучше, да? Ой, он убирает вообще эти ногти на задних лапах. Такая прикольная. И вообще не больно. А Милка у меня больно делает. Милка царапает меня задними. Ай! Ай! Бойно! Все, перестал. Все? Хватит маму кусать. И шерсть летит. Видите, все равно. Все, кайфовает. Так и уснем. Те сладкие. Можно в ротик тебя заглянуть? На клыки твои посмотри. Мойно? Мойно на клыки твои? Ты что, заяц что ли? А? Все, обнял маму. Так и лежим. Типа целую. Морда у тебя такая смешная. Ладно, отдыхай. Так, все. Последние вещички уже забирают. Осталось вообще с видео, которое я снимала на втором канале своем, распродажа, мега распродажа вещей моих с магазина, верхней одежды. Я практически все продала. Осталось только две вещи. Это белое пальто с ламой внизу и шубка, которая с три четверти рукав. Все. Все остальное распродала. Это едет в Израиль. Вот. И кто у меня много берет, ну вот больше пяти тысяч она здесь взяла, у нее заказ больше пяти тысяч, я еще подарочек. Ну и тем более в Израиль у нее доставка больше двух тысяч выходит. Ну, девочки сами оплачивают доставку такую далекую. Я и в Молдову отправила, вот в Израиль еще. Это вот третий раз я уже отправляю за границей. И девчонки вот даже за доставку готовы такую большую платить. Вот. В общем, надеюсь, что все понравится. Это даже пиджак. Она берет с нового видео шеи на распаковке. У девочки размер как раз-таки эска. Бывает и эска большая, бывает как раз. И я подумала, что значит у нее где-то XSS. Это вообще круто. А мне вот этот вот джакет, ну увидите в распаковке шеи, новая, последняя. Он мне идет размер в размер. А я люблю все оверсайзом. Поэтому я... Она говорит, есть еще пиджаки? Я говорю, ну вот один точно есть, который могу продать. Вот. Он 2,380 стоит на сайте. Я за тысячу рублей его вот ей отдаю. Короче, все это летит к ней. Все запаковала. Бантик играет. Бантик играет. Это последний пакет, кстати. У меня еще надо пакетов таких заказать. Еще хотела сказать по поводу дивана. Все-таки я думала, так легко будет найти диван под наши размеры. На будущее, короче, знаете, что на будущее? Вот я вам... Может быть, вы, наверное, это и понимаете. Но я на опыте сначала нужно выбрать диван. Чтобы он подходил вам по размеру, как и что. А потом под него делать зонирование. Потому что ковролин можно вырезать любого размера. Столешницу можно сделать любого размера. И все это подгонять под диван. С диваном уже сложнее. Но тот диван, который мы смотрели, он реально очень крутой. Он классный. Просто в нем нет спинки вот такой. Это же так удобненько. Вот я сейчас раз такая и села. А так я буду сидеть вот так. Ну, там пошире такое местечко. Тоже достаточно удобное. Но уже нет спинки. Уже не облокотишься как-то, да. Мы хотим взять, чтобы было две лежанки такие P-образные. Но, к сожалению, тогда он не будет раскладываться. Короче, этот диван, он идеально классный. Там он получается метр... Сколько он там получается? 2,80. Так, 2,70. Он получается 2,70. Нам нужно 2,72 в идеале. Ну, 2 сантиметра, ладно, роли не играет. 2,70. Берем диван. У них смысл в чем? Что если мы берем... Сейчас наглядно буду показывать. Там, как видели, одна вот такая лежанка, да. Она поднимается, там можно хранить что-то. Если мы берем модуль из таких еще двух как бы диванчика, ну, так как здесь, оно вот здесь немного разделено, но механизм там идет, что ты выдвигаешь вот так вот на две вот эти штуки, выдвигаешь, их опускаешь, и у тебя получается кровать, да. То есть у тебя такой диван, одна лежанка, диван, его надо раздвигать, если там вот хотим вместе полежать или еще что-то, да, всей семьей, друзьями. Вот. А по кайфу, конечно же, две лежанки, чтобы как минимум два человека, у каждого своя лежанка. Кто-то здесь, кто-то здесь. Между людьми здесь находится, ну, вот такой вот один, да, но нет механизма на одну такую штуку, чтобы раскладывалась. В теории вообще, мне кажется, это так легко, но у них вот в модульных вот этих нет, у них только на две. Соответственно, если будут две лежанки, то будет два места хранения, да, поднимать и хранить. Но мы не сможем его разложить, к сожалению. Только если что-то сюда подставить, ну, положить, я думаю, там снимается на липучках, все вверх такой положить. И все, это и спать двоим людям. Но это же уже не то, согласитесь. И тогда получается, что этот диван будет только для просмотра фильмов. Нет, теоретически можно на этой лежанке заснуть. Она такая на 20 сантиметров длиннее, чем эта. И она как-то так сделана. Там очень уютно, как в коконе лежишь, но не в полный рост. Вот. Короче, ну, одному человеку вот так можно будет лечь. Это если не раздвигать ее. Короче говоря, не знаю. И подлокотников нет. То есть несколько моментов. Нет подлокотников. Если две лежанки вот такие вот, то нет, то не раскрывается. Это второй минус. А так все хорошо. И стоит такой будет диван, ну, по нашим размерам, вот эти вот, стоит с подъемом, с подъемом, с доставкой, со всеми делами, 43 тысячи. Это на самом деле очень бюджетная цена для такого. И там вариантов, как вот обшить и сделать какую поверхность, ну, вот ткани, от кожи там до всего на свете. И под котов подстроиться. Есть варианты. Прям запал в душу этот диванчик, конечно. Но надо немного перестроиться, что не будет вот этого локтя. И выбрать все-таки две лежанки, но чтобы раскладывался диван. Две лежанки, но раскладываться диван не будет. Либо одна вот эта лежанка, но он будет раскладываться. Просто этот этот кокон прикольный, за него все будут драться. Поэтому хочется два, как минимум. Вот. Слушай, а может вообще взять три их? Ну, нет, три они уже какие-то. Нет, три уже, это просто кровать тут будет лежать. Обоину черную так и не купили. Но в одном месте там была черная обоина, которая, в принципе, интересная. Понравилась. Еще и на распродаже. Хотя цена там особо не распродажная. На 100 рублей дешевле сделать. Вот. Наверное, поедем сегодня, возьмем попозже. Вот. А, еще надо поехать поменять. Короче, идея у нас возникла. Вот это вот. Короче, мы взяли вот это и уголки. И оно, ну, как бы смотрится немножко нагроможденно. Видите, вот так вот уголки сюда вставляешь. Вот, типа, получается вот это. Потом идет лесенка и вот это. А очень красиво еще смотрится, потому что вот это прям впритык нашему. Если мы возьмем не уголок, а просто вот такую реечку и сбоку ее наклеим. Ну, короче, будет очень аккуратно смотреться. Поэтому нам вот эти штуки все нужно пойти поменять. Вот эти. Они еще и дорогие. Шесть штук вот этих уголков, девочки. Почти полторы тысячи, чтобы вы поняли. И вот это полторы. Вот это вот все почти на три тысячи вышло. Там две восемьсот там с чем-то. Вот эти по пятьсот с лишним. И вот эти вот где-то по четыреста, наверное. Трындец вообще. Пойду сдам нафиг эти уголки по четыреста. Блин, нахрена они нужны. Еще и делают некрасивый вид. Ну, мне не нравится. Бан! Вот это взгляд. Вот это взгляд. Бантика, где Мила? Бань, где Мила? Мила где? Дайте массаж, лапочек сделаю. Лапки массажируем. Массажируем. Массаж. Смотри. Ой, лапки массажирует, мама. Массаж пальчиков. Чего свою ногу укушаешь? Давай. Ты чисть, я массаж делаю. Вот так, да. Педикюрчик. Ходишь, ноги сильные. Нравится тебе массаж? Ну, Милка бы не далась у меня массажик делать. У тебя язык сейчас... Твой язык сейчас заберу. Так вот умывается хорошо. Смотрите, у него белый животик. У тебя что, белый животик? Белый животик, что ли? Ты такой сладкий вообще такой котик. Смотрите, белый животик. Видели? Ну, что это за пятнышко там у тебя красивое такое? А вот моя прелесть. Моя главная девочка. Моя маленькая. Моя хозяйка. Мы с Милочкой вот так любим. Вот так, да. Вот так Милочка ляжет вот так на мамочку. И давай облизываться. Да? Чего мы холосые? Моя холосая. Она спала. Она спала, пришла, прошнулась. Девочка. Мамку сначала. Как же я люблю этих пушистиков. Ну, вот они такие милые. Это невозможно. Невозможно быть такими холосами. Нь-ой-мой-на. Да? Нь-ой-мой-ня. Все. Я пошла, короче, купаться. Детей наобнимала своих. Мои холоси. Чего моя зёбка, моя зёбочка, зёбочка, зёбочка. Иди, зёбочка, зёбочка, зёбочка. Мама по зёбке, скажи, настучала. Настучала, ласково. По зёбке ласково настучала. Все, убежала. Ну что, я искупалась. Мысли продолжают у меня идти. Я вот купаюсь. О чём я думаю? Вот пришла вам рассказать. Вообще, мне стало интересно. Я захотела у вас спросить. Ну вот честно, откровенно. Кто бы пожелал бы себе прожить свою жизнь ещё раз? Вот такая она, какая она вот есть у вас сейчас, да? И я это говорю, когда я говорю, допустим, что я прожила бы эту жизнь ещё раз свою, да? Я имею в виду со всеми теми же негативными вещами, которые были. Потому что без этих негативных вещей, как бы, ну и не было бы меня вот такой, какая есть сейчас. Вот с такими мыслями, которые сейчас у меня в голове. Возможно, я, может, была бы где-то более инфантильная или, мало ли, короче, или озлобленная какая-то, или непонимающая какая-то. Да, поэтому я, конечно же, вспоминаю, вспоминаю, какие периоды в моей жизни были, особенно в таком молодом, юном, юном возрасте, когда ты совсем маленькая и беззащитная, и у тебя нет ни какой-то платформы, нет никакого-то стержня, нет никакой опоры, да, чтобы ты, вот есть, знаете, вот у многих людей, тоже напишите, у кого есть, вот мысли свои по этому поводу, да, у кого есть опора, есть какой-то человек в жизни, на которого вы смотрите и понимаете, вот так оно должно быть. У него есть всё, он и добрый, и щедрый, и мудрый, спокойный, да, там, и вот всё у него есть, и такая стабильность, и рядом с таким человеком чувствуешь себя вот классно. И ты понимаешь, что ты даже маленький человечек, но у тебя есть рядом такой человек, ты из него впитаешь всё в себя, ты попросишь его научить всем тебя, и ты обязательно таким же станешь, он же стал. И вот у меня такого человека не было долгое время, да, и как бы я помню это состояние, я всегда о нём говорю так, как пакет на ветру, как пакет на ветру. Эмоции никто не отменял, ты эмоционален, тебя несёт. Благодаря эмоциям, если мы их не контролим, мы можем делать всякие разные ошибки, которые приводят к ещё более эмоциям, и в конце концов ты вообще можешь в таком состоянии находиться, да, отсюда все эти депрессии, затяжные какие-то, да, вообще просто потеря себя в пространстве, потому что у тебя нет никакой опоры, платформы, у тебя нет человека, к которому ты можешь прийти, и совет, у которого ты прислушаешься, и не просто так, что ты не понимаешь, о чём он говорит, а тупо делаешь, да, а именно ты поймёшь, что он говорит дело, и стоит этому прислушаться, потому что это действительно 100% так, и ты где-то ломаешь себя, делаешь так, как надо. Ну, короче, и даже с этим всем я бы повторила эту всю жизнь. Самое главное просто, что, ну, вот я сейчас просто сижу, рассуждаю, да, у меня есть любимое дело, и я вообще уже думала к 29 годам, что любимого дела я так и не найду, потому что не все в жизни вообще, в принципе, до конца жизни живут и находят своё любимое дело. Это очень печально, это я... Сейчас расплачу, сразу. Я реально просто, ну, до 29 лет, да, вот где-то жила, и у меня, ну, вот последние годы, там, я не знаю, последние годы, там, лет 6, пока ты молодая, ещё ты вроде тусуешься, тебе просто мир интересен, да, а в какой-то момент, когда ты уже так поняла более-менее, понимаешь, думаешь, надо определяться, надо зарабатывать деньги, ты не хочешь напрягаться, да, у тебя есть какие-то определённые мечты и цели, ты знаешь, что ты хочешь чувствовать в этой жизни, да, как жить, и ты понимаешь, что как бы хорошо ли... Хорошо бы иметь работу, доход. Потом, когда ты работаешь, ты понимаешь, а хорошо бы работать на работе, которая тебе как минимум нравится. Хорошо бы иметь стабильность, да, какую-то, и чтобы это было твоё. И вот приходя к таким вещам, ты понимаешь, что это очень круто, когда ты работаешь на любимой работе, очень круто, когда ты просто даже сама можешь зарабатывать деньги, не обязательно работать на какой-то работе, да, как многие мне говорят, я читала в комментариях, девочки, не сравнивайте блогерство с работой. В смысле? И я читала комментарии, которые комментировали этого комментатора, всё правильно говорят, что вы попробуйте сначала, попробуйте сначала этим зарабатывать деньги, и зарабатывать так, чтобы вам хватало. Потом говорите, сколько нужно тратить на это времени, сил, всего своего, а только потом говорите, что блогерство не работает. Те, кто зарабатывают деньги, да даже и не факт, что зарабатывают, я поначалу вообще не зарабатывала, а пилила видосы только так, а только этим и занималась. То есть даже не факт, что зарабатывает человек, просто он блогер и стабильно выпускает видео. Это уже вам не хухры-мухры, и вы очень ошибаетесь, и вот прям даже вот настолько, я даже не побоюсь этого слова, глупо, глупо так считать. Это просто, когда вы говорите, что блогерство – это не работа, вы просто показываете своё абсолютное незнание этих вещей. Ну просто вот как бы, как это даже сказать? Знаете, когда человек умничает такое, что-то там высказывает, а такие люди вокруг, которые понимают, такие думают, ну понятно, ни хрена он не понимает, это всё равно, что сказать, я не знаю. Работать на заводе, уже там тупо делать, ты там вообще не думаешь, ты типа руками просто тупо работаешь, но нет, работать на заводе тоже сложно, там свои сложности, это просто разные работы. А умственно работать, вот кто-то в офисе сидит, кто-то в офисе сидит, и вот чисто клацает на клавиатуру, это что, не работа? Ну что тут вот работа? Извините, человек сидит уже, понимаете, просидеть 12 часов на одном месте, ё-моё, это драндидец, жопа будет вся болеть. А ещё, если ты там делаешь, вот эта концентрация на цифрах, если ты там бухгалтер, и так далее, и так далее, а если ты ещё с клиентами там общаешься, да это вообще полное. Просто не зная о блогерстве, что это и как это, ну просто вот так вот пулять такие вещи, вообще, короче, очень смешно выглядеть, смешно, просто человек вообще не понимает, о чём речь идёт. Вот, поэтому начала за здравие, закончила, как понятно, да, как всегда. И в общем, я к тому, что это очень круто найти своё дело, которое приносит тебе доход. Я думала, что я его не найду, и одно только это, мою жизнь просто переворачивает с ног на голову. И я надеюсь, что так и будет до конца моих дней. Я буду любить то, что я сейчас делаю. Это будет приносить мне доход и радость, как сейчас. Вот, найти любимого человека, в любви растить ребёнка и зачать ребёнка в любви, желанного ребёнка, да, иметь возможность дать этому ребёнку всё, что ты хочешь, и всё, что ему нужно, да, радовать себя какими-то вещами, радовать близких своих вещами. За, ну, допустим, мне сейчас 36 лет, да, за эти 36 лет, больше я, наверное, думаю о каком-то юном совсем возрасте, не покалечиться, да, сохранить свою жизнь, не покалечиться ни душой, ни телом. Это тоже очень дорого и очень важно. Я вот сижу просто и думаю, блин, я вспоминаю какие-то моменты, блин, как я под мостом лазила с пацанами, понимаете, на высокие деревья забиралась, на трубы какие-то забиралась, когда смотрела вниз, и у меня отнимались ноги. Я тогда офигела, что с телом может происходить что-то, что ты не контролируешь. Ведь я могла... У меня отнимались ноги и руки, прикиньте. И я испугалась, что я просто сейчас неконтрольно отпущу это. Я очень высоко залезла на трубу какую-то туда. Я не знаю, какая там была высота, но это было очень страшно. Я отвернулась, то есть я не посмотрела вниз, я отвернулась и начала сама себя уговаривать, что я не высоко, я не высоко, я всего лишь три ступеньки, я всего лишь три ступеньки. Я почувствовала свои руки вот так вот, да, уже что я их чувствую, всё-всё-всё, я сама внушение, да. То есть я поняла, что мне это было там вообще, я не знаю, сколько лет, совсем малышка. Ну, не как Дэнни сейчас, постарше, конечно, да. Вот. И я начала просто потихонечку спускаться. Мне что-то кричали там, что ты там лезь вверх, или там ещё что-то. Я не помню, что, но я понимала, что мне нужно спуститься на того момента, что если вдруг у меня отнимутся сейчас руки и ноги, и я упаду, что я не разобьюсь. Вот. И все эти вещи, конечно же, вот лепили из меня, что вот это делать нельзя, вот так нельзя. Сейчас, конечно, когда я уже ребёнка родила, я вообще очень много чего сейчас просто не хочу делать, потому что это небезопасно. Я очень стараюсь сохранять, чтобы не нервничать, чтобы не дай бог что, чтобы всё было здоровенько, и там с питанием осталось наладить только моменты, потому что это тоже важно. короче. И что я говорю? Я хочу, чтобы вот моя жизнь такой же и оставалась хорошей. И до конца жизни мне хочется прожить самое главное здоровой душой и телом, чтобы у меня ничего не болело. Вот это для меня самое такое важное пожелание себе на будущее, чтобы у меня не болело ни тело, ни душа. Что касается тела, это я уже испытала, ну, хотя и души тоже, Господи, испытала, конечно же, всё на себе и знаю, что такое, когда там что-то болит. Я думаю, каждый из вас знает, когда что-то болит, и тебе вообще весь мир немил, ты не можешь дарить людям радость, что-то делать, работать. Это всё, это конец. Мне кажется, это хуже смерти, потому что когда ты болеешь прям, да, и не можешь вообще ничего делать, обездвижен как-то, я не знаю, или ещё, ну, мало ли, моменты какие-то, да, что ты ничего не можешь делать, но при этом ты в сознании. Мне кажется, когда человек умирает просто, он уже как бы его переносит куда-то в другие там, да, я там читала, как это, тибетская книга мёртвых, да, что происходит с человеком после смерти, весь этот период, от смерти до нового рождения, там вообще просто космос, что описано так интересно очень, да, и я верю, так как я проверить не могу, и пока что, да, я просто доверяю этому взгляду и верю, это написали люди, которые проходили сознательно весь этот период, и это пройти сознательно можно, вот, с буддийской точки зрения, и есть такие вот учителя, которые проходили, они этому учат, и вот книга была написана великим учителем или даже учителями, там, ну, как бы, не один такой человек просто был, автор, по-моему, какой-то один, может, это передведено с разных текстов, я просто не помню, честно говоря, автора, один там был автор или кто-то, но есть такая книга, я так поняла, что она как выжимка из всего, вот, из всего, что рассказывали, может, учителя, надо уточнить, короче, есть такая книга тибетская, книга мертвых, вот, и, вот, мне кажется, человек умирает, и все, его мучение заканчивается, если он мучился, да, и у него начинаются новые приключения, это новый такой период в жизни, именно пройти вот этот путь, но когда ты нездоров, у тебя что-то болит, тебе что-то беспокоит, это, короче, ужасно, а если еще у тебя адские боли, то это вообще жесть, никому не пожелаю, но если ты здоров, и душой, и телом, ну, когда душа болит, это же тоже, да, какие переживания могут быть, депрессии, можно свихнуться даже, вот, у меня когда были панические атаки, мне кажется, надо это в отдельное видео, вывести, все свои разговоры, я вам сейчас тут начасно говорю, короче, смысл в том, что когда у меня были панические атаки, это настолько неконтролируемые бывали процессы, что я понимаю, я лежу тогда, я с вами со всеми делилась, да, тот период, это не так давно было, я, честно говоря, я была в шоке, потому что я впервые все это чувствовала, панические атаки, и понимала, что я не могу контролировать, то есть что-то происходит с моим умом, я боюсь, он что-то мне рисует, я пытаюсь сама себя убедить, что это не так, обратить внимание на какие-то моменты, но я борюсь сама с собой внутри, понимаете, и это похоже на что-то, ты что, свихнулась, грубо говоря, понимаете, боишься того, чего нет, я думаю, что примерно такие моменты происходят вот, ну, с людьми, когда что-то с душой не то, да, ну, с душой, с умом, когда ты болеешь психически как-то, у тебя какие-то могут быть страйки, панические атаки, и вот все такое, и это тоже вообще куда, куда, ты то же самое, ничего нормально делаешь, это делать не можешь, это у тебя болит душа, можно так сказать, да, вот, ну, или за кого-то тоже близкого может очень болеть душа, поэтому для меня самое важное пожелание в своей будущей жизни, это чтобы ни тело, ни душа не болели, были здоровы, была возможность, была возможность работать, приносить людям радость себе, близким своим, всем окружающим, непосредственно, кто тебя окружает, или вот, кто тебя слушает, как минимум, там, да, вот, со всеми, с кем ты имеешь хоть какую-то связь, даже каждый из вас, кто меня смотрит и слушает, у нас с вами есть связь, вот, и я хочу до конца жизни поддерживать все эти связи, как можно больше хороших, чтобы мы друг другу делали хорошие пожелания, в целом, и ощущали себя внутри счастлива, вот так, вот пока я купалась, вот так меня бомбило внутри, поделилась с вами, всего наговорила, в общем, напишите, кто бы искренне прожил свою жизнь, кто бы пожелал бы себе прожить такую жизнь, в следующей жизни тоже, понятно, что есть лучшие жизни, понятно, что у меня относительно не самая лучшая жизнь, ну, то есть относительно, конечно, если мы думаем, что деньги это круто, и деньги приносят счастье, то мы можем сказать, да, люди живут, на таких тачках ездят, постоянно путешествуют, а у них откуда не возьмись деньги там, да, они вообще не работают, а деньги идут, и деньги идут не тысячами, а миллионами, миллиардами, да, и они там сыплят деньгами, там, одеваются, ну, короче, если говорить о деньгах, да, и понятно, что даже по доходу, я там нахожусь на уровне, там, не знаю, ближе к земле, понимаете, это, ноль-ноль-ноль, конечно, заработки там сумасшедшие у людей есть, и возможности в финансовом, материальном плане, если говорить о внутреннем состоянии, моральном, что ты чувствуешь, потому что на самом деле важно не только то, что тебя окружает, и то, что ты имеешь по факту, а то, что ты чувствуешь, и как ты себя чувствуешь внутри, человек, не имея ничего, практически, идя по жизни на минималках материальных, может себя так офигенно чувствовать, что любой человек, который имеет огромные возможности и деньги, позавидует ему, и пойдет к нему учиться, как это и делают, в принципе, многие, да, едут куда-то в Индию, в Тибет, к какому-то учителю, там, дядюшке, старичку, который живет в пещере, в каких-то условиях, в которых даже этот человек и не мог бы жить вовсе, да, ест там кашу какую-то, там, на горе где-то живет, и к нему вот этот богатей какой-то, с огромными деньгами, вот эта вот вся плотя, езжая, улетая на другой конец света, грубо говоря, чтобы он научил его каким-то вещам внутренним, да, вот этому вот состоянию, и для меня ценно больше люди, которые в состоянии, которые умеют быть счастливы, независимо от того, что они имеют, вот это круто, потому что материальные вещи, они настолько вообще сквозь пальцы, как вода, знаем фразу, да, деньги тают просто, деньги тают, мы получили зарплату, фух, улетели, за что заплатили, что поимели, насколько это мимолетно счастье от всех этих вещей, покупок и так далее, и все время это нужно подкреплять, 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 да, если от этого счастья мы имеем, мы должны все время зарабатывать, все время что-то себе покупать, какую-то вещицу, какую-то это, то есть это постоянно, 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 но если ты счастлив просто, Вне зависимости, ты просто счастлив, тебе даже не надо, что специально для этого делать, ты просто счастлив, ты просто счастлив от того, что ты дышишь, смотришь, можешь говорить, можешь сидеть, у тебя ничего не болит, да, то есть ты вообще вот каждую минуту ты счастлив от этого, а уж если что-то прилетело тебе вдруг, то ты вообще еще на счастье, счастье, то есть в целом, понимаете, да, о чем я говорю, вот. И к чему я это там вела? А, вела это все к тому, что, значит, с материальной точки зрения мы поняли, да, что я там нахожусь на небольшом уровне, но меня устраивает, то есть я не бедствую, да, это хорошо, я еще могу близким помогать. А с точки зрения внутренней, мне кажется, блин, я даже нахожусь на хорошем уровне, то есть даже мой вот этот вот уровень счастья, который у меня есть сам по себе, осознание, осознание своего места, да, и общей такой внутренней радости и спокойствия, что я это все имею, то есть осознание всего этого. Многие люди живут в принципе хорошо, но они не понимают, не осознают, не останавливаются, не задумываются о том, что ты живешь хорошо, ты что страдаешь, грубо говоря, да, что-то там жалуются, депрессуют, что-то там жизнь не мила, хотя по сути со стороны каждый думает, ну, любой мог бы подумать, блин, мне бы так, да, а он, блин, по внутреннему состоянию вообще вот я, ну, мне нравится все, и я бы хотела, чтобы точно так же, вот, я и думала, и делала, чтобы этот взгляд, который сейчас имею, чтобы он остался у меня, потому что он мне приносит много хорошего. Пусть он останется и плюс с развитием, потому что понятно, что нет предела совершенству, то есть у меня есть определенные цели, которые я бы хотела достичь, и понимаю я, что я нахожусь относительно этих целей, просто эти цели, они такие, ну, как бы там, бесконечно великие, да, в развитии своего ума, поэтому главное, что они есть, вот это уже главное, поэтому я понимаю, что немногие люди, в принципе, имеют такие цели к такому развитию максимальному, ну, то есть люди учатся, да, там, осваивают какие-то профессии, да, практически, можно так сказать, там, 90-95% людей, да, потом идут те пять, которые вообще, в принципе, заглядывают внутрь себя, ну, с точки зрения, там, психологии даже еще какой-то, да, заглядывают внутрь себя, прорабатывают какие-то моменты, хотят в целом чувствовать себя хорошо, там, не страдать, да, общаться, дружить, 5%, понимаете, из 100, и из этих там 5%, даже не 5, а 4, да, из этих 4, нет, 4 и 9, да, и там 0%, я скажу, очень мало таких людей, очень, мне вообще посчастливилось, что на моем пути таких людей много, но в целом, если люди этим не интересуются, развитием своего ума до абсолютной точки зрения, можно так сказать, да, до абсолюта, да, не с точки зрения психологии уже, да, а чего-то вообще большего, чего-то такого духовного, высокого, и таких людей очень мало, очень, то есть, если вы этим не интересуетесь, у вас и на пути таких, в принципе, и не будет, у вас будут на пути люди, вы даже, ну, как бы, и не поймете, вы об этом и не говорите, и даже если кто-то где-то скажет, вы это не воспринимаете, да, поэтому тут еще ум такой должен быть, что он должен это захотеть, идти по этому пути и встретить своих людей, у меня таких людей много, поэтому я, мне кажется, что их так много, они все вот рядом со мной, очень много у меня таких людей, тысячи таких людей, которые я встречаю, просто я вам скажу, да, но есть люди также, которых я встречаю, с которыми я общаюсь, и я понимаю, что они вообще не понимают, о чем речь, остальная, остальная большая, остальная большая часть такая людей, с которыми я, в принципе, общаюсь, вот, но даже с психологической точки зрения, человек, который заглядывает к себе внутрь, развивается и хочет делать просто людей счастливых рядом, да, и себя счастливым, и функционировать в этой жизни хорошо, разобраться в каких-то моментах внутренних, мне кажется, это даже начало чего-то большего, сначала он разберется со всеми этими вещами, а потом он, возможно, подумает, а что дальше, что еще можно интересного узнать о себе, все самое интересное кроется в нас, никуда не надо бежать, во внешнем мире ничего даже не надо искать, все вот здесь, докопаешься вот здесь внутри, в своем уме до, как это, до, я не могу подобрать слово, потому что если ты докопаешься до всего, ты поймешь, что там абсолютно, абсолютная бесконечность, поэтому до чего ты доберешься, ты не доберешься до какой-то точки, ты доберешься до абсолютной бесконечности, и в принципе ты поймешь весь, все меры устройства, вот. Все делается, как это говорится, да, где-то на горе в позе медитации, там они знают намного больше, чем мы здесь вот с вами, как белки в колесе, которые крутимся, вот. Такие дела. Ладно, пойду волосы сушить. Расфилософствовалась я тут. Надо поменять сахарницу вот эту вот. Я решила чуть-чуть еще разобрать, с поверхности убрать вообще все. Как видите, я убрала отсюда еще эту блендер, я его поставила вот сюда, думаю, он прекрасный, здесь смотрится, если что, быстро его достать от Тула. Вот. Все, здесь у меня кофе. Кофе. А, чай здесь, кофе вот здесь все. Вот так вот. Подсветочку включила. Красиво? Это выкинуть. Вот, на столе вообще ничего не должно быть. После уборки стараемся поддерживать. Вот уже сколько времени стараемся поддерживать, и наоборот, стараемся все больше и больше убирать, чтобы еще меньше было всего. Вот. Единственное, что я бы чайник, поставила бы, конечно, туда. Субтитры сделал DimaTorzok Один из моих любимых лучков. Просто черные ботинки. Мой зеленый, любимый теплый костюм, который мне шили на заказ. И вот авиатора решила поносить. Все-таки в этом году я его уже оценила больше. Он реально легкий, мягкий. Пока не буду продавать. Так, ну что, девочки, снова я на кухне. Я и готовка. Редкие моменты в нашей жизни. Но, тем не менее. Сейчас зашли в магазин. Я взяла творожка трехпроцентного, домашнего, сметанка домашняя. О, сметанка тут, конечно, у нас немного вывалилась из берегов. Ну, ладно, разберемся. Короче, купила мясо, мякоть, селятины. Сейчас буду жарить. Не знаю еще, что на гарнир сделать. Также здесь я взяла. У нас есть тут магазинчик, где делает женщина сама закрутки и продает их. Вот 160 рублей лечо стоит такая. Попробую. Так, взяла огурчики. Это, вот знаете, как с рынка. То есть, это не в пятерочке в магазине, а у нас есть такой ларек. И там вот хорошие помидоры, все такое. Яблочки. И вот такая фурма-королек. Попробуем. Она такая, знаете, как будто зеленоватая. Но я, по-моему, пробовала у кого-то. И она была очень сладкая при этом при всем. Так, ну что. Я порезала все. Блин, резала вот это. Пока отделяла всякие плевела. Плеву отделяла. Минут 30, мне кажется, ковырялась. Все. Теперь поджариваем. Потом заливаем водичкой. Всяко-разно специями. И готовим. Тушим. Вот, решила Дэнни сделать творожок. Вот еще брусничное варенье из Икеи. Все. Сейчас посмотрим, понравится ему. Если нет, сама все съем. Также купила упаковку еды. Котофеем своим. Кто-то уже здесь прям. Сейчас выложу. Всегда, когда покупаю пачечку им новую, я им даю внепланово. Обычно я им даю только утром. Они меня ждут с утра. Встречают. Будет меня с утра. Знают, что будет еда. А когда я покупаю... Ну, только утром. А так, в день сухой корм. А когда я покупаю новую пачечку, я им даю внепланово. То есть, могу вечером дать. Вот сейчас вечер. Сейчас будет есть. Так, я здесь, как видите, мою туалет кошачий. И решила купить вот такой вот мурзик. Силикогель был единственный. Там, где я беру, был единственный. Короче, здесь у нас кружочки. Тот, который я брала, он был такими гранулами. И, честно говоря, я сама, когда на него наступаю, ноги все изранили. А это более такой обработанный кружочками. Ну, сказали, что номер один, типа, лучше держит у нас этот, как его называют. О, Господи. Запах. Но, не знаю. Нам на неделю хватает, и все. И потом все сразу выкидываю. Сейчас это попробую. Так, я, смотрите, насыпала все вот это дело. Целый пакет. 4 килограмма здесь. Запаха никакого у него нет. И я еще купила новый совочек. У него, по сравнению с предыдущим, больше вот этих вот делений. Специально, чтобы силикогель здесь можно было просеять. А то, что не нужно, осталось. Понимаете, да? Вот так вот. Короче, у нас новая лопаточка 65 рублей стоит. И вот этот наполнитель 4 килограмма 300 рублей стоит. Всем доброе утро. Мы идем с Асденечкой. Самое интересное, что сегодня мы всю ночь проспали с открытым окном. Вышли на улицу. Ну, холодно на улице. Наверное, в комнате слишком жарко, поэтому я открыла окно. И все, спали с окном. И сегодня мы, кстати, проснулись на полчаса раньше. То бишь, я Деню всегда в 7.30 будила. А тут он встал в 7. А в 7.30 мы уже вышли. Обычно выходим в 8. И вот идем спокойненько. Мусор выкинули. Идем спокойно в садик. Как говорится, последний рабочий день на этой неделе. Денькин садик называют работой. Ну, потому что мы там занимаемся, работаем. Вот. Ну, я работаю. А выходные я отдыхаю. И Деня отдыхает с семьей. Пока идет вывод фильма, я себе яичинку приготовила с острым соусом. Кофе. Кстати, у меня новый кофе. Ой, сейчас покажу вам. Вот таких вот три сета заказала. Подобрали на мой вкус. Я сказала, что я люблю такие сладенькие ароматы. Можно насыщенные. Кислинку, горчинку не люблю. Но в любом случае в каждом кофе чуть-чуть того, чуть-чуть того присутствует. И у нас в Ростове продается свежий кофе. Смысл в том, что они заказывают кофе в зернах. Отставляют кофе в зернах. И, ну, я попросила их помолоть. Потому что у меня пока кофемолки нет. Но вообще считается, что кофе должен быть свежим. Должно быть не больше двух месяцев. И желательно его молоть перед самым приготовлением. Я уже думаю, что мне, наверное, кофемолку надо взять. Вот. Но мне прислали, вот это у них сет продается такой. Есть по 50 грамм тестинг. А это по 200 грамм. Три разных. У них сорта разные, с разных континентов. В специальном вот таком вот зип-пакетике. Я говорю, а как хранить лучше кофе? Они мне говорят, лучше вот в этом зип-пакете и хранить. Потому что, когда вы открываете, туда попадает кислород. И кофе окисляется, что-то такое. А вот это вот специальное отверстие, сзади дырочки, оно выпускает кислород и не дает ему, да, что туда попасть. Короче, специальные пакеты, говорят, лучше не пересыпайте, никуда храните в этих пакетах. Вот я сегодня попробовала вот этот кофе. Мне понравился. Но впереди еще два, чтобы понять, какой из них лучше. Вот фирма называется так, Country Coffee. Я в Инстаграме их отмечала. А вот их телефоны, если что. Вот я вчера вечером заказала. Сегодня утром уже мне привезли в удобное время для меня. Короче, буду знать теперь, что у нас есть кофе натуральный. Я точно знаю, что он свежий. Ну и вот же я себе сделала латы с одним из этих кофе. Сейчас, в общем, поем. Здесь у меня помидоры, яйца. Кстати, яйца фермерские такие хорошие. Какие-то там их прям рекомендовали. Сырок, специи. И включила сериал-контейнер. У меня уже седьмая серия. Фух, ну что, мои хорошие. У меня, как всегда, съемки полным ходом. Я сегодня сняла три видео. Три видео и начну снимать четвертое. Денька уже пришел. Пока я за ним шла в садик, по дороге встретила бабушку. Машку Надю. Она забрала его погулять. И где-то час, наверное, час их не было. И я пришла домой. Успела чуть-чуть прибраться. Пока искала свои леггинсы. Навела чуть порядок в спальне. Вещи там поскладывала. Ну, потому что надо было найти. Досняла все, что мне нужно было. Вот. И осталось совсем чуть-чуть. И я буду отдыхать. Время полвосьмого. Но стоп. Вот встала и начала делать, 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 делать. Только на перекус, когда сделала себе покушать яичницу с помидорами пожарила, начала смотреть продолжение сериала «Контейнер». Смотрю сейчас. Мне нравится. Посмотрела 20 минут. Ровно 20 минут, по-моему, удалось мне посмотреть. Ну, пока бегала там, пока кушала, пока мыла посуду. И все. Выключила и начала снимать дальше. Да, три видео. Это говорить, говорить, говорить. Это вещи все отснять. Это все. Весь мусор собрать. Одна распаковка. У меня, блин, куча мусора. У меня три было распаковки. В три раза больше мусора. Трындец. Я уже хочу кушать. Я один раз только поела сегодня днем. Вот. Надо поесть еще. Я еще люблю, знаете, такой вот момент, когда ты, ну, так насыщенно, продуктивно провел день, и ты как будто заслужил какие-то вот классное что-то вот вечерком. Да? Я себя балую тогда вкусняшками, я себя балую сериалом. Я себе не даю больше ничего делать. Кстати, на самом деле, в последнее время, может быть, вы заметили, да, вы сначала говорили, там, влоги какие-то стали не те, обрывистые, там, дра-ля-ля. Мне кажется, уже нормализуется все, да, скажите. Потому что я чувствую, что поначалу мне было сложно некие перемены в жизни, мне было сложно что-то сконцентрироваться, времени ни на что не хватало. А сейчас я вроде раз прям в колею встала, и все. У меня опять видео через день, видео с запасом, влоги, ну, получается. То я не знала, блин, забывала про камеру, не знала, как ее где лучше взять. А сейчас раз, вроде и нормально. Я себя чувствую комфортно, не перетруждаюсь, контролирую точно моменты. И, кстати, раньше не думала об этом. Ну, вот раньше помоложе чуть-чуть энергии, как будто больше было. И раньше я не думала о том, что я устаю. Я тусила, гуляла до последнего. Если мне нравится, допустим, там, компания какая-то, да, или мне очень нравится сериал, я могла его до утра смотреть. Меня больше всего бесило, когда вот я включаю сериал какой-то, мне так хочется его посмотреть, а я себе говорю, нет, тебе рано вставать завтра, иди ложись там вот в Восток. Батарейка села, тю, вроде заряжала недавно камеру. Короче, я говорила себе, иди выложись в Восток, а в то же самое время меня это бесило. Типа, нифига, хочу жить полной грудью, почему я должна идти и бежать? Пофигу, не высплюсь, но типа это, досмотрю сериал сейчас, да, или потусую, выпью с друзьями, там, да, например, там, всё, отдыхаем, тусим, и будь что будет завтра. Если что, не высплюсь, такая там, буду крепиться, короче. А вот, а уже вот когда, знаете, я вам скажу, в какой момент. В тот момент, когда Денька начал ходить в садик, я уже начала что-то менять, потому что я понимаю, что вообще не вывожу. Уже, значит, вот помните мои всякие панические атаки, нервозы? Я такая думаю, что-то тут не то. И вообще такая вся на нервах, потому что всё, 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 не успеваешь, да? Больше мы сами себя загоняем, мне кажется, в этого всё. Нужно немного распорядка, нужно больше о себе заботиться, нужно больше спать, высыпаться. Вот, и я стала об этом думать. И теперь, например, я чётко понимаю, то есть я знаю примерное время, когда я должна пойти спать. Что, солнышко? Ну вот, и с тех пор, когда я начала понимать, что я прямо реально не вывожу, раньше это вывозила, потому что энергии было, наверное, много, могла я по двое суток не спать. Когда я поняла, что я не вывожу, я начала вот спать до 12 ложиться. Иногда могу позволить себе там до часу, да? Например, выходной день, когда я понимаю, что я буду спать в субботу и воскресенье, пока не высплюсь, да? Но всё равно где-то я встаю в 9, у меня малой встаёт просто там в 8, ну, смотря как там завесила занавески, не занавесила, ну, то есть же он рано встаёт, и я рано с ним встаю. Поэтому даже в выходной день я прям не тусую там до 4, до 3, там максимум до 2, максимум, и то у меня уже глаза слепаются, потому что я всё время рано встаю. И вот я, когда начала рано реально вставать, я стала успевать очень много в первой половине дня, ещё у тебя вторая половина дня, если вдруг ты что-то недоуспел. И как бы дела делаются, вечер отдыхается, всё, выходные отдыхаются, ну, то есть никаких глобальных таких вещей ты не делаешь, ты по большой части отдыхаешь, да? Максимум там, ну, снимаю какие-то интересные моменты, да? Вот так, чтобы развести тут съёмки, нифига, нет, всё, выходные – это не для этого. И вечера тоже для отдыха. И, короче, стало как-то легче. Вот. Так что, так что вот такие вот дела. Короче, мне кажется, она чутка нормализовалась. Всё? Скажите. Я стараюсь. К нам приехали гости сейчас. Я заказала роллы. В общем, мы проводим вечер романтичный такой, с гостями. И будем кушать вкусняшки сейчас. Так что, наверное, вечер не подсниму ничего. Встретимся уж и завтра. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok